Список банкнот государства Израиль составлен по официальным материалам Банка Израиля. Официальными денежными единицами в разные годы служили в Израиле палестинский фунт Эмили-Англо-Палестинский банк Руск, израильский фунт и прута Национального банка и Банка Израиля, шекель и новый шекель. В статье представлены все серии выпущенных в обращение банкнот, начиная с 1948 года. До этого года не существовало государства Израиль, соответственно, банкноты не выпускались. Банкноты расположены в порядке выпуска соответствующих серий по номиналу с возрастанием. Предыстории денежные знаки представляют собой не только средства платежа, они также являются символом суверенитета государства. После принятия Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1947 года плана по разделу Палестины про возглашение независимости нового государства было лишь делом времени. Одним из вопросов, стоявших на повестке дня перед руководителями Шува, было создание своей собственной валюты. Как следует назвать это государство еще не было решено и имелись сомнения относительно того, что будет напечатано на банкнотах. К моменту образования в 1948 году государство Израиль и у него не было центрального банка. Эти функции выполнял Англо-Палестинский банк Еврейского национального агентства. С 1927 года на территории Палестины имела хождение валюта, оставшаяся со времен британского мандата Палестинский фунт, выпускавшийся Валютным Советом Палестины, делившийся на тысячи мили и равной по стоимости английскому фунту стерлингов. До 1927 года на территории Палестины использовался египетский фунт. Из-за отсутствия необходимых технических знаний и подходящего оборудования банкноты не могли быть напечатаны на месте. Да и срок британского мандата на тот момент еще не истек. В то же время было ясно, что ни одна известная иностранная фирма не станет печатать деньги для несуществующего государства. Палестинский фунт и мили англо-палестинского банка. После значительных усилий к началу 1948 года удалось убедить американскую банкнотную компанию из Нью-Йорка напечатать нужные банкноты. Чтобы обойти необходимость утверждения государственным департаментом печати банкнот для иностранного государства, было решено ничего не говорить о них как о законном платежном средстве. Обязательная декларация имеющаяся на любой купюре Legal Tender for Payment of Any Amount была впоследствии добавлена надпечаткой. Кроме того, компания поставила обязательные условия. Ее название на банкнотах напечатано не будет. Все переговоры с американской банкнотной компанией по поводу новой валюты вели представители англо-палестинского банка. Было решено, что дизайн банкнот будет основан на различных комбинациях готовых клише имевшихся на складе компаний. Причем некоторые из них уже были ранее использованы при печати банкнот для Китая. Когда банкноты были заказаны, никто еще не знал, как будет названо новое государство, не говоря уже об имени собственной валюты. Поэтому было решено напечатать на купюрах «Палестинский фунт» на английском, как и было ранее на валюте времен мандата, и «Лира земли израильской» на иврите «Лира» наименование денежной единицы на иврите «Фунт», принятый в российской справочной литературе «Паунд» наименование всех выпусков израильских банкнот до шекеля в англоязычной версии сайта Банка Израиля. Иными словами, «Израильский фунт» и «Израильская лира» – два равноправных наименования одной и той же денежной единицы, миль был принят одной тысячной основной денежной единицы. Банкноты доставили в Израиль тайно в июле 1948 года, а уже 17 августа правительство приняло закон, объявляющий банкноты Англо-Палестинского банка законным платежным средством, и они были выпущены в обращение на следующий день. Израильская лира и прута Национального банка Израиля 1 мая 1951 года Англо-Палестинский банк перевел свои активы и обязательства в Национальный банк Израиля, в связи с чем появилась необходимость в выпуске новой серии банкнот. В 1952 году Национальный банк Израиля выпустил денежную серию, в которой слова «лира земли израильской» были заменены на «израильская лира», а название одной тысячной лиры – «смиль» на прута, что можно перевести как «мелочь» – «мелкая часть». Банкноты были почти идентичны серии Англо-Палестинского банка, но цвет и размеры некоторых из них были иными. Банкноты Банка Израиля 1 декабря 1954 года был основан Банк Израиля и одной из его обязанностей были введения в обращение местной валюты и пополнение фонда купюр. Израильская лира и прута 1 выпуск По инициативе первого председателя банка Дэвида Горовица в 1955 году вошла в обращение первая выпущенная Банком Израиля денежная серия. Дизайн выполнила фирма Томас де Ларью энд Кайз Лондона. Было решено изобразить на банкнотах израильские ландшафты. Четыре номинала купюр были постепенно введены в обращение в августе-октябре 1955 года, а пятый лишь в 1957 году «Израильская лира» второй выпуск. Абстрактные узоры дизайна Банкнот Первый выпуск они получили общественного одобрения. Под воздействием критики председатель Банка Израиля принял решение о выпуске новой серии. Был избран общественный совет, который выбрал в качестве основного мотива изображения людей. Символически иллюстрирующих различные слаи израильского общества. Эскизы выполнены израильскими художниками. Для обратной стороны банкнот было предложено использовать изображения, связанные с археологией земли израильской. Размеры и цвет банкнот отличались от предыдущих серий. Банкноты печатались в нескольких государственных или контролируемых государством типографиях, а также и в типографиях ряда европейских стран. Серия была введена в обращение в 1959-60 годах и постепенно заменила банкноты предыдущего выпуска. Прута была заменена на агору и израильская лира стала делиться на 100 агор. Новые монеты были выпущены в обращение в 1960 году. Израильская лира. Третий выпуск. Когда возникла необходимость в банкнотах номиналом более 50 лир. В феврале 1969 года была выпущена купюра достоинством 100 лир с изображением Теодора Герчля. Так было положено начало выпуску новой серии банкнот с портретами выдающихся личностей из истории еврейского народа. Разрабатывали дизайн зарубежные художники графики. Серия отпечатана в 1968 году, а вошла в обращение в 1969-1972 годах. Израильская лира. Четвертый выпуск. Чтобы сэкономить на себе стоимости продукции и позволить автоматическую сортировку банкнот. Банк Израиля выпустил новую серию банкнот со стандартной шириной 76 мм. А версии этих купюр также несли портреты выдающихся личностей, в то время как мотивом, выбранным для реверса, стали ворота старого города Иерусалима. Нововведением стала печать специальных выпуклых знаков для того, чтобы слепые могли определять достоинство банкнот. В этой серии, которая была введена в обращение в 1975-78 годах, впервые была выпущена банкнота достоинством в 500 лир. На задней стороне купюр невидимыми красками нанесены цифры двоичным кодом с целью автоматической обработки и борьбы с подделками. В этой серии текста на арабском языке выполнил каллиграф Юсуф Вахба Шекель. Еще 4 июня 1969 года на заседании Кнесета был принят закон, по которому израильская валюта должна именоваться Шекель. Однако практической ценности этот закон не имел, поскольку в нем было прописано, что переход с лир на Шекеля будет произведен по указу министра финансов в момент, который покажется ему подходящим. В ноябре 1977 года представитель Банка Израиля при правительстве Арнеон Гаф не посоветовал ратифицировать закон от 1969 года и выпустить новую валюту. Шекель. В мае 1978 года проект утвердили премьер-министр Израиля Минах Мбегин и министр финансов Сим Хайерлих. План замены денежных знаков готовился втайне и был обнародован только 22 февраля 1980 года, когда началась кампания смены дензнаков. Внешний вид купюр остался прежним, изменились только названия и количество нулей в номиналах. Это была самая крупная серия банкнот в истории государства Израиль. Первоначально было 4 купюры достоинствами 1,5,10 и 50 шекелей. Но из-за галлопирующей инфляции в период с 1981 по 1985 год были добавлены еще 5 номиналов – 100,500,000,000 и 10,000 шекелей. В целях унификации, начиная с банкноты достоинством 500 шекелей, все дензнаки выпускались стандартного размера 138 умножить на 76 мм новый шекель. Первый выпуск. В сентябре 1985 года для упрощения денежных расчетов, облегчения финансового учета и выдачи наличных средств. Была проведена динаминация и переход с шекеля на новый шекель при обменном курсе 1000.1. Название «Шекель» было сохранено, чтобы не отклоняться от первоначальных намерений законодателя, закрепленных в законе о валютном регулировании 1969 года. Часть банкнот сохранила старые изображения, на них лишь уменьшено количество нулей. Новая серия включила в себя и новую купюру достоинством 50 новых шекелей. Позже была выпущена банкнота номиналом в 100 новых шекелей, а в 1986 году, впервые в Израиле, введены в обращение банкноты в 20 и 200 новых шекелей. Новая серия продолжила традицию вековечивания памяти выдающихся персонажей истории еврейского народа. Вышла из обращения 1 июля 2000 года. Обмен на следующую серию шоу до 31 декабря 2010 года. Новый шекель. Второй выпуск. По заказу Банка Израиля художники графики Наоми Мир и Шелли разработали дизайн банкнот новых шекелей. Второго выпуска в 1998 году. Ввод в обращение банкнот серии начался 3 января 1999 года с выпуска купюр достоинством 20 и 100 новых шекелей. 31 октября 1999 года в обращение вошли две новые купюры достоинством 50 и 200 новых шекелей. Защита от подделки для всех банкнот этой серии существенно усилена. Дизайн банкнот вертикальный. Все они единого размера 71 умножить на 138 миллиметров. Изображенные на банкнотах персоны те же, что и на новых шекелях. Первой серии новый шекель. Речь идет о четырех выдающихся личностях, сыгравших заметную роль в формировании современного Израиля. Все они родились и выросли на территории Российской империи либо в пределах возникшего позже Советского Союза. Подготовка к выпуску новой серии. По утверждению Центробанка, участились случаи подделок банкнот. Как оказалось, фальшивомонетчики чаще всего подделывают банкноты достоинством в 50 и 100 шекелей. Причем занимаются этим не только израильтяне, но и террористические организации, которые пытаются тем самым подорвать финансовую систему государства. По мнению экспертов, необходимо периодически менять систему печати и вводить дополнительные средства защиты банкнот. В 2007 году началась подготовка к выпуску новой серии. Предполагалось, что в течение ближайших четырех лет Банк Израиля заменит нынешнюю серию Дензнаков и введет в оборот банкноты с новыми изображениями. Специальная комиссия должна будет решить, кто удостоится чести быть увековеченным на купюрах. В качестве кандидатов выдвигались бывший мэр Иерусалима Тедиколик, поэтесса Наоми Шеймер, вратарь израильской сборной Яаков Хадоров и артист Йоси Банай. Премьер-министр Ицхак Рабин и Минах Мбегин. Имелось и альтернативное предложение сменить изображение выдающихся личностей видами израильских городов. 15 мая 2011 года Банк Израиля объявил о начале конкурса на разработку дизайна новых банкнот, которые планируется выпустить в обращение в ближайшие 2-3 года. Банкноты нового образца вводятся для усиления защиты израильских Дензнаков от подделки. Одновременно с введением новых степеней защиты предложено полностью изменить дизайн купюр. Все новые банкноты будут полимерными, как находящиеся сейчас в обороте купюры достоинством в 20 шекелей. В общей сложности будут напечатаны около 400 миллионов банкнот. Выбор в пользу полимерных банкнот стал доказательством успеха эксперимента с 20 шекелевыми банкнотами. Хотя стоимость выпуска полимерных банкнот в полтора раза дороже выпуска бумажных. Расходы на выпуск резко сократились благодаря большей продолжительности их жизни. Решено провести полную деполитизацию шекелевых купюр. Вместо государственных деятелей на новых банкнотах появятся портреты поэтов. Сыгравших существенную роль в восстановлении языка иврит и в становлении современной израильской культуры. Такое решение было принято специальной комиссией под началом главы Банка Израиля профессора Стэнли Фишера. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху отметил, «Мы часто изучаем историю нашего государства через войны и политические события, и это, несомненно, важно. Однако, не менее важно изучать историю нашей литературы и искусства. Я надеюсь, что это поспособствует израильскому обществу ближе ознакомиться с творчеством данных поэтов в частности. Из израильской поэзии и с литературой в общем две новые банкноты в 50 и 200 шекелей будут отпечатаны во второй половине 2013 года, а банкноты в 20 и 100 шекелей напечатают в начале 2014 года. 20 шекелевые красные купюры украсит портрет поэтессы Рахели Блувштейн. С 50 шекелевых зеленых банкнот будет смотреть Шауль Черняховский, со 100 шекелевых коричневых Лия Гольдберг, а 200 шекелевая синяя банкнота будет нести на Сибири Кнатана Альтермана. Новый шекель. Третий выпуск 28 апреля 2013 года на своем заседании правительство Израиля утвердило эмиссию новых банкнот. Старые купюры будут выводиться из обращения постепенно, процесс продлится до 2017 года. Первыми из новой серии войдут и в обращение банкноты достоинством в 50 и 200 шекелей. Новая 50 шекелевая купюра зеленого цвета, на ней изображен поэт Шауль Черняховский. На голубой купюре достоинством 200 шекелей, портрет Натана Альтермана. Новые банкноты с портретами израильских поэтов заменяют старые, на которых изображены писатель Шай Агнон и третий президент Израиля Залман Шазар. Решено, что ввод в обращении 20 шекелевой купюры с портретом Рахеля Блувштейна и 100 шекелевой с портретом Лии Гольдберг будет утвержден позже. Речь идет о четырех выдающихся личностях, сыгравших серьезную роль в формировании современной евретоязычной культуры. Все они родились и выросли на территории Российской империи либо в пределах возникшего позже Советского Союза. Таким образом, в новой серии банкнот четыре выдающихся деятеля культуры русского происхождения заменят четырех других знаменитых уроженцев Российской империи, оставивших заметный след в истории государства Израиль. Один из лидеров партии Шазарьедери раскритиковал новые банкноты, заявив на своей странице в Фейсбуке, что, к его сожалению, на новых банкнотах не нашлось места ни одному поэту Сефарду. На заседании правительства Беньямин Нетаньях усчел критику справедливой и пообещал, что в следующий раз будет верным отпечатать банкноту с портретом поэта сефардского происхождения, например, и Ехуды Галеви. Следующая эмиссия состоится не ранее, чем через 10 лет. Дискуссия по данному поводу вызывала широкий резонанс в израильских СМИ. Из-за строгих требований к уровню безопасности банкнот, имеющийся в банках счетное оборудование, оказалось неподготовлено к качественной обработке. Больших денежных массового выпуска В августе 2013 года Банк Израиля решил отложить на несколько месяцев эмиссию новых банкнот. За это время производители должны были подготовить необходимое количество усовершенствованного счетного и сортировочного оборудования для банка. 2 марта 2014 года Банк Израиля предоставил для всеобщего обозрения окончательный вариант дизайна новой банкноты достоинством 50 новых шекелей. Банкноты снабжены дополнительными защитными средствами в виде сложных для подделки красочных и металлизированных надпечаток. Выпуск в обращение банкноты этого номинала начался 16 сентября 2014 года. Для удобства населения Банк Израиля создал специальный сайт для ознакомления с новыми банкнотами. Информация на сайте доступна на четырех языках – иврите, английском, арабском и русском. Банк Израиля не стал пускать в оборот новые банкноты достоинством в 50 и 200 шекелей, на которых стоит подпись бывшего председателя Центробанка Стэнли Фишера. Эти банкноты были отпечатаны еще тогда, когда Фишер не сообщил о своем намерении досрочно покинуть свой пост. Банкнот с подписью Фишера было выпущено около 10 тысяч единиц. Их печатали для калибровки аппаратуры, тестирования и т.д. Те банкноты, которые остались в распоряжении настройщиков, принимающих банкноты автоматов, стали редкостью и предметом охоты со стороны коллекционера. В оборот запущены 50 миллионов банкнот достоинством в 50 шекелей с подписью нового председателя Банка Израиля – Корнит Флук. Новая банкнота достоинством 200 шекелей выпускается в обращении с 23 декабря 2015 года. Дополнительные сведения. Международный код израильского шекеля в стандарте ISO 4217 ALS. Аббревиатура, принятая для обозначения национальной валюты внутри Израиля – НАС. Банк Израиля считает, что новый шекель уже давно не новый, так как прошло почти 30 лет со времени его появления, и поэтому можно изменить название национальной валюты. Специалисты склоняются к новому названию – Шекель Исре Эли. Возможно, что изменения приурочат к выпуску банкнот новой серии. На конец 2012 года банкноты составляют 97% от общей суммы денег, находящихся в обращении в Израиле, в то время как монеты составляли 3%. В 2014 году в обороте находилось 36 миллионов купюр достоинством 20 шекелей, 54 миллиона купюр достоинством 50 шекелей, 152 миллиона купюр достоинством 100 шекелей и 213 миллионов купюр 200 шекелей. Соотношение денежных единиц.